Добрый вечер, дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на канале Железная Рысь. Итак, сегодня у нас кавер группы Сплин. Я был влюблен в вас. Относительно свежие произведения, где-то, по-моему, конец 21 года. Но оно стоит немножко особняком в череде наших выпусков. Я смогу чуть позже расскажу вам почему. Итак, начинаем, друзья. Я был влюблен в вас. Помните ли вы? Тот летний вечер в парке на природе. Дворец, колонны, каменные львы. Как стражники, стоящие на входе. Я был влюблен в вас. Я ловил ваш взгляд. Я задыхался от сердцебиения. Я шел с пути, сметая все подряд. Я падаю, шатаясь и бледнее. Представьте, я был вызван на дуэль. Я был убит, и вот восстал из гроба. Пришел сказать возлюбленной своей Слова, что прозвучали громче грома. Я был влюблен в вас. Вы казались мне Моих иллюзий. Перевоплощением. Корабль мой покоится на дне. Я в лодке. Мне не справиться с течением. Я был влюблен в вас. Я молил богов. Послушай, Боже, только ты бессмертен. Я в лодке. Я не вижу берегов. Из берегов я тоже незаметен. Представьте, я был вызван на дуэль. Я был убит, и вот восстал из гроба. Пришел сказать возлюбленной своей Слова, что прозвучали громче грома. Сейчас, когда в цветах И яблони, и вишни. Моя внезапно вспыхнувшая страсть, Которая дороже целой жизни. Я был влюблен в вас. И влюблен теперь. Я напеваю всюду эти строки. Я незаметно превращаюсь в тень, Идущую по солнечной дороге. Представьте, я был вызван на дуэль. Я был убит, и вот восстал из гроба. Пришел сказать возлюбленной своей Слова, что прозвучали громче грома. Я был влюблен в вас. Вот, друзья, ну и теперь расшифровка, собственно говоря, Почему я сказал в начале передачи, что песня стоит особняком. Дело в том, что нас попросила ее исполнить девушка. Написала, честно говоря, очень трогательное такое повествование. Даже не письмо, а о своей судьбе. Где-то в 13-14 лет она связалась с дурной компанией, Так называемых гопников, как сейчас говорят молодежь. Вот, вышла она из этого пике только лет 18. Захотела учиться. И поступила в университет, на платное отделение. В один из московских, насколько я понял, из контекста университетов. Чтобы оплачивать обучение, ей приходилось работать на двух работах. Где-то и официанткой, и администратором, и в ресторане. В конечном счете, после обучения, она решила переехать в Европу. Там продолжить свое обучение в магистратуре. Переехала в Европу. Также, в общем-то, очень тяжело ей приходилось. Также приходилось работать на двух работах. Родители, к сожалению, не смогли помогать дочери. В силу ряда семейных обстоятельств. В прошлом году, вместе со своим другом, она попыталась переехать в Африку, о которой она мечтала с детства. В Кабо-Верде. Если кто-то не знает, это острова Зеленого мыса. Недалеко от Канарских островов. Очень красивое, кстати, место. Друг, маркетолог по образованию, предложил ей открыть фирму по продаже китайского риса и китайских пуховиков. Она же настаивала на открытии студии художественной вязки, вязания вернее, и, в общем-то, пыталась дизайнерские вещи какие-то вязать. Сама и привлекала дополнительную рабочую силу. Но бизнес не пошел. В этой африканской стране теплые вещи оказались не очень-то востребованными. И пара вынуждена была вернуться в конечном счете в Европу. Ну и девушка очень скучает по родине, по России. И вот попросила она нас исполнить именно эту песню. И, извините, друзья, но я почти с листа. Вот два дня я попытался выучить аккорды, бой, вернее, перебор. И исполнить для Анны это произведение. Ну и, кстати, у нас после вчерашнего нашего эфира сегодня несколько человек спросили, где я беру такой контент. Друзья, ну это все из жизни. Я могу, конечно, рассказывать банальные, перечитывать истории. Мне девушка, мне 19 лет. Я закончил музыкальное училище. Очень хочу к вам в группу. Ну, вряд ли этот контент понравится вам и будет для вас интересным. Поэтому мы стараемся находить, ну, что-то относительно нестандартное, что-то необычное. Итак, друзья, еще раз спасибо большое за то, что вы были с нами, за ваше внимание, за ваше время. Ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok